Зима – время, когда традиционно возрастает количество дорожно-транспортных происшествий. Но только ли гололед или метель виноваты в том, что водители не в состоянии справиться с железными конями. На заседании правительственной комиссии обсуждали различные меры дорожной безопасности. Причин, влияющих на уровень дорожно-транспортной аварийности, множество. Одна из основных – низкое качество подготовки и переподготовки водителей в учебных заведениях республики. В 2012 году лишь в 15 организациях процент сдачи квалификационных экзаменов кандидатами в водители с первого раза превышает 70%. Особую тревогу вызывает качество подготовки водителей автотранспортных средств в 8 организациях, где процент сдачи экзаменов с первого раза составил 50 и менее процентов. Контроль за деятельностью учреждений и организаций, занимающихся подготовкой водителей, должен быть жестким. Об этом говорилось неоднократно. Однако Минобразование, в чьем ведении находятся автошколы, излишне либерально. Из 49 существующих на данный момент учреждений в текущем году были проверены лишь 5. Все они работали с грубыми нарушениями. В учебных заведениях выявлены несоответствия лицензионным требованиям. Несмотря на это, ни одно учебное заведение не было закрыто, а лишь присоединено к более крупным. Здесь, мне кажется, надо вопрос усиливать и работать, если есть негативные отзывы по сдаче экзаменов. То есть на основании обращений можно провести и вне плана. То есть все-таки эту работу разворачивать в министерстве надо в более жестком плане. Одна из причин неэффективности работы учебных заведений – отсутствие необходимой материальной базы, из-за чего будущие водители не могут совмещать теорию с практикой. К примеру, на 19 учебных организаций города приходится всего 6 действующих автодромов. Учитывая 8-часовой рабочий день автодромов, количество рабочих дней нетрудно посчитать, что каждый кандидат получит не более одного часа практического вождения на автодроме за весь курс обучения. Согласно программе обучения категории «Б» для одного курсанта должно быть выделено 50 часов практического вождения, из них 6 допускается на тренажере. При общении с курсантами выявляются факты, когда кандидат, водитель, отшляет езду по городу не более 10 часов за весь период обучения. Свидетельствами выдают без проведения практической части выпускных экзаменов. Ситуация усугубляется и недостаточным количеством машин в автопарке, а также неподготовленностью самих преподавателей. Иван Моторин поручил ужесточить контроль за данными учреждениями. Отдельно обсудили вопрос об эксплуатации автомобильных дорог Чувашской республики в зимний период. 31 декабря заканчивается трехлетний контракт с организацией «Чувашавтодор». Новый контракт в конкурсном режиме получил Воддорстрой. О подготовке к зиме отчитались руководители управляющих компаний. Для содержания дорог в зимний период 2012-2013 годов заготовлено 50 тысяч тонн песчано-соляной смеси, что составляет 100% от потребностей по нормативным документам. Для зимнего содержания подготовлено 88 единиц дорожной эксплуатационной техники, в том числе 33 КДМ, 10 автогрейдеров, 13 погрузчиков и экскаваторов, 10 бульдозеров, 9 роторов, 13 колесных тракторов и лужно-сщеточным оборудованием. В целях недопущения нештатных случаев на спусках и подъемах подрядными организациями, как и в прошлой зиме, будет организовано дежурство КДМ и тягачей для буксировки тяжеловесных автопоездов, которые самостоятельно не могут подняться на подъеме. Для получения специализированного прогноза погоды на 1-3 суток и штормового предупреждения об опасных явлениях погоды заключены государственные контракты СПГБУ Нижегородский ЦГМС ВЕРО. Чебоксарские власти отчитались о готовности столичных дорог к зиме и к работе в праздники. Снегоуборочная техника находится в боеспособном состоянии. Необходимое количество реагентов запасено. Тягачи также готовы выехать по первому требованию. Мария Лысенко, Евгений Анисимов, Республика.